Прошло очередное заседание суда по делу Баира Жамбалова. Сегодня все ждали прений, но они не случились, потому что протокол осмотра автомобиля не успели перевести с английского на русский язык. Зато сторона обвинения вновь пригласила специалиста Теледва, и более подробно расспросила про детализацию звонков и местонахождение абонентов. Напомню, данные оператора говорят о том, что телефон Пелосяна находился ближе к месту ДТП, чем айфон Жамбалова. Гособвинение пыталось выяснить, насколько эта информация точная и бывает ли в таких случаях погрешности. Оказалось, что нет. Тем не менее, не стоит забывать о том, что местонахождение телефона не говорит о стопроцентном местонахождении его хозяина. Помимо этого, сторона обвинения гласила прошлогодние результаты психофизиологической экспертизы показаний Галуста Пелосяна. Это что-то типа полиграфа, и там есть довольно интересные детали. Исследования проводили эксперты из Москвы в течение трех месяцев, с февраля по апрель 2020 года. Показания проверяли на правдивость. В ходе психофизиологического исследования с применением полиграфа и айтрекера выявлены реакции, свидетельствующие о том, что Пелосян обладает информацией о детали решения жизни Бурчевской, не согласующейся с его показаниями и пояснениями по проверочным вопросам. Эта информация могла быть получена не вследствие личного участия в решении жизни Бурчевской, в скобках, в качестве водителя автомобиля Land Cruiser Prado, но при других обстоятельствах. В поведении обследованного Пелосяна в ходе психологического исследования выявлены признаки сокрытия и искажения сообщаемой информации о обстоятельствах решения жизни Бурчевской. Жамбалов уже традиционно отказался комментировать этот момент в суде, ссылаясь на 51-ю статью. Зато после заседания он внезапно дал короткое интервью журналистам. Вы готовы сесть на полиграф? Пока многие спрашивают. Пока без комментариев, ребята. Ну да или нет, насчет полиграфа. Давайте тогда очень простой вопрос, на который ответ будет да или нет. Какие слова-то все-таки правдивые, которые вы на прошлом заседании сказали или год назад после аварии? Которые сказали в суде. Которые сказали в суде? Да. А сразу после аварии тогда вы почему выбрали? Это неправда. Ну вы же говорите, что те слова-то неправда. Вы только текстовое интервью даете? На камеру никогда не скажете ничего? Скажу, скажу. Время пройдет, скажу. Сейчас пока рано. Судебная следствия не завершилась. Попозже я скажу обязательно. А почему вы так выборочно общаетесь со СМИ? Домой приглашаете, там мне чай не занимается. Я не выборочен. Приходят? Приходят? Вы нас пригласите, мы тоже придем. Татьяна Ивановна пришла. Это уважаемый. Очень солидный. Ну вот коллеги с информполиса. А по-вашему другие СМИ не солидные? Тоже солидные. Но время придет сейчас. Приходят? Ага. Продолжение следует... Продолжение следует...